МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В учебных заведениях Самарской области усилили меры безопасности из-за трагических событий в Пермском университете. В этот понедельник там открыл стрельбу 18-летний Тимур Бекмансуров. Студенты, спасаясь, прыгали из окон. Шесть погибли, 28 обратились за медицинской помощью. Сам стрелок в реанимации. 21 сентября в Пермском крае объявили днем траура по погибшим. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. В Самарской области проверят соблюдение мер безопасности в вузах и СУЗах. Перед началом и окончанием занятий входные двери учебных заведений теперь будут закрываться на замок под контролем охраны. Соболезнования родным и близким погибших в Перми выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Они пожелали пострадавшим выздоровления, а семьям погибших стил пережить эту трагедию. Свои соболезнования выражает и редакция телеканала «Самаргиз». Центральная избирательная комиссия объявила выборы состоявшимися. Явка по стране составила 51,68%. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, Единая Россия набрала больше всего голосов, получив конституционное большинство. В пятерку вошли КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия за правду» и «Новые люди». Остальные партии не набрали более 5% голосов. На данный момент признаны недействительными 25 830 бюллетеней. По словам Памфиловой, это ничтожный результат в масштабах страны. Из 200 обращений о нарушениях на выборах в Самарской области большинство не подтвердилось. Эксперты отмечают, что голосование прошло легитимно и прозрачно. Таковы итоги работы регионального штаба независимого наблюдения за выборами в эти выходные. Об этом на пресс-конференции рассказали председатель штаба Галина Николаева, сопредседатель Владимир Полянский и ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Таченов, который в эти дни работал в Самаре. Напомню, выборы длились с 17 по 19 сентября. Жители Самары выбирали депутатов в Госдуму и в областной парламент. Независимые наблюдатели, а их в регионе было 5000 человек, находились на избирательных участках, реагировали на обращения, поступающие в социальные сети, и выезжали на место, а также следили за голосованием по видеосвязи. В трех ситуационных центрах региона работали волонтеры, которые в прямом эфире смотрели, как проходят избирательные процессы, сообщали о подозрительных действиях. Кроме того, возможность прийти и посмотреть прямой эфир или запись имели все совершеннолетние горожане. Этим воспользовались около 50 человек. Также специалисты разработали интерактивную карту, где отображались все поступавшие обращения, их текущий статус. Эту систему усовершенствуют и будут применять и на следующих выборах. Работали с каждым абсолютно сообщением. Именно с целью, чтобы избиратель, который еще не проголосовал, либо который проголосовал, но был уверен в своем выборе. Хорошо, что общественный штаб возглавлял юрист здесь, потому что сразу принимались решения в правовом поле, как бы, грамотно. Это очень правильно. За сутки в Самарской области зафиксировали 512 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Число заболевших в регионе – 99 574 человека. Такие данные в понедельник 20 сентября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 267 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 82 858 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Примерно 10% людей, переболевших коронавирусом, спустя месяц сталкиваются с таким явлением, как парасмея. Это искажение обоняния, когда вместо привычных ароматов парфюма и еды человек ощущает новые, зачастую неприятные запахи. Чаще с парасмеей сталкиваются те, кто во время болезни прошел через полную потерю обоняния. Каковы причины всех этих деформаций вкусовых восприятий? Почему искажение запахов не проходит иногда до года? Узнала Гульфия Сафина. Ковид уже отступил, вернулись обоняния и вкусы, но не тут-то было. Месяц за месяц многообразие запахов вдруг начинает сужаться. То один, то другой продукт органы чувств распознают искаженно. Вместо аромата любимых блюд откуда-то возникает запах тухлой рыбы, плесени, растворителя, гнилого лука. Такое может случиться с каждым. И такое случилось со мной. Анасмия, то есть полная потеря обоняния, казалось бы, прошла еще зимой. Но в феврале бананы и мясо вдруг стали отдавать каким-то странным химическим привкусам. Затем рыба, яйца, кофе и прочее, прочее, прочее. В отчаянии написала пост. И к неожиданности для самой себя получила по меньшей мере дюжину сообщений с похожими историями. Таких очень много в мире людей. Я даже вступала в чат общий наш российский. Там на тот момент было 18 тысяч человек. Я вообще не могла супы варить. Я просто выходила из дома. Я просто рыдала. Очень тяжело, потому что вкусы совсем другие. Мясо есть не могу совсем. Чеснок, лук также. Тема на сегодняшний момент действительно актуальна. И у нас таких пациентов очень много. Коронавирус поражает обонятельные тракты, веточки лицевого нерва, языкоглоточного. В результате нарушается обоняние, нарушается вкусовая чувствительность. По последним данным поражаются не сами нейроны, а окружающие их клетки. Это нейроглия, астроциты так называемые, которые поддерживают их и помогают рецепторам, в частности обонятельным рецепторам, восстанавливаться. Ковид же не дает этим клеткам функционировать нормально. Возникает анемия нервных окончаний. Отсюда аносмия – полная потеря обоняния. Постепенно это развивает парасмию, искажение обоняния или даже фантасмию – так называемые обонятельные галлюцинации. У болезни Альцгеймера и у болезни Паркинсона, демилинизирующих заболеваний, одним из первых симптомов является как раз нарушение обоняния. А так как мы знаем, что ковид, вирус, тропен к нервам, он может также возникать демилинизацию, либо какую-то дисфункцию в нерве, как периферической, так и центральной части. Впрочем, не спешите пугаться, успокаивают медики. Вряд ли у всех разом наступил Альцгеймер или Паркинсон. Постковидная парасмия лечится. Здесь вставляется фитиль нейтральный, и мы туда капаем разные масла. Обонятельные тренажеры – так ауроботерапевты назвали изобретение для лечения постковидных проблем с обонянием. Его предложили европейские терапевты весной этого года. Согласно рекомендациям, каждый день нужно делать ингаляции на основе трех масел. Это эвкалипт, гвоздика, который пробуждает эмоции, и базилик. Он из поколев веков считался ароматом, который восстанавливает обоняние. Капаем мы либо в пузыречки, либо в такие ингаляторы портативные, и человек несколько раз в день, по минутке 3-4 вдыхает их. Тем самым активируются сигналы, которые поступают в головной мозг и пробуждаются как зоны в головном мозге, потому что правление идет через гипоталамус на весь организм, так и, собственно, восстанавливаются эти нервные импульсы. По словам ароматерапевтов, эфирное трио сокращает время восстановления обоняния многократно. Главное – не перебарщивать и не вдыхать эфирные масла в чистом виде. В неразбавленном состоянии они могут обжечь слизистую носа. Вариантов два – использовать ингаляторы или эмульгаторы. Важно! Внимательно читайте инструкцию на упаковках масел. Впрочем, медики считают, что стимуляция рецепторов – лишь часть лечения. Но на самом деле влияет еще и хроническое заболевание, которое есть у того или иного пациента. Часто бывает, что есть латентная аномия, железодефицитная аномия. Например, дефицит витамина Д, В12, витаминов группы В общего белка, потому что коронавирус очень сильно истощает по железу, по общему белку. И, конечно же, нужно проверить в целом, потому что функциональность самого обонятельного анализатора, как система, должна работать полноценно, если в организме всего достаточно. Эффективнее всего комплексный подход, подчеркивают эксперты. Это работа в междисциплинарной плоскости. Свои полезные рекомендации могут дать физиотерапевт, психолог и остеопат. Лор поможет в лечении периферийных с причин искажения обоняния. Это возможные ренит и синусит, нафтезинозависимость и искривление перегородки носа. Невролог в лечении нарушения нейронных связей. А начать врачи рекомендуют с развернутого анализа крови. Возможно, проблема в дефиците базовых микроэлементов. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Далее эфир продолжит новости экономики. С ними в студии Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. Стоимость гречки в России впервые превысила 100 рублей за килограмм. Будут ли как-то регулировать цены? Об этом я расскажу через минуту. А пока о дополнительных выплатах, которые анонсировали пенсионерам. День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца, 1 октября. Это торжество имеет международный статус. И, кстати, дата выбрана не случайно. Бытует мнение, что старость – это золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой. Поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона. В октябре пенсионеры получат выплаты и надбавки. Суммы будут отличаться в зависимости от региона. В частности, старшее поколение Ненецкого автономного округа к дню пожилого человека получит по 10 тысяч рублей. Для этого их трудовой стаж на территории региона должен быть не менее 15 лет. В Рязанской области ежегодная выплата в 500 рублей достанется гражданам старше 90 лет. С 1 октября будут пересмотрены размеры пенсий военных пенсионеров. Причем это произойдет одновременно с повышением окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих. В этом году размер индексации составит 3,7%. Повышение пенсии ожидает тех граждан, которым более 80 лет. Речь идет о выплате им фиксированной суммы в двойном размере. При этом стоит помнить, что увеличение пенсии таким гражданам производится не сразу, а лишь спустя месяц после дня рождения. Индексация пенсии весьма кстати, ведь цены на гречку этим летом обновили 10-летний максимум. Килограмм превысил 100 рублей. Об этом сообщает Росстат. Последний раз такое повышение было лишь в мае 2011-го. В прошлом году на стоимость гречки повлиял ажиотажный спрос в самом начале пандемии. В марте 2020 года россияне скупали в магазинах крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции. Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов. В июле цена выросла, но показатели июля-августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года. Гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов, поэтому государство пристально следит за ценами на нее. В случае, если в течение 60 дней подряд продукт будет дороже на 10% без учета сезонных колебаний, на него на 90 дней могут быть установлены предельные цены. А для тех, кто погряз в долгах, есть приятная новость. За должности россиян в общей сложности на 15 миллиардов рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства. В Минэкономразвитии отметили, что сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры. Так совсем скоро у россиян появится возможность подать заявку онлайн через портал госуслуг. За первый год работы упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений. Полностью она завершилась в отношении 2,5 тысяч граждан. Официальный курс доллара – 73,31 рубля, евро – 85,88 рубля, а нефть марки «Брент» – 74,09 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Составили более 500 протоколов об административных правонарушениях. Больше половины из них приходится на 21-й год. Рейды в автобусах, троллейбусах и трамваях проходят ежедневно. Такую работу в таком режиме мы будем продолжать и далее до особого указания оперативного штаба, пока параметры заболеваемости не подскажут нам, что можно это сделать. До тех пор мы работаем, как и работали. Еще раз напоминаем всем, что нужно носить маски в общественном транспорте, чтобы любой пассажир был уверен, что его поездка будет безопасной. Перевозчик со своей стороны тоже предпринимает все необходимые противоэпидемические меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Профилактика проходит и в течение дня, а также вечером в депо. Для кондукторов и водителей проводят инструктаж о необходимости использования средств индивидуальной защиты самим и правильном действии, когда пассажиры пренебрегают масками. Когда пассажиры заходят в общественный транспорт, необходимо, чтобы они были в маске. Если кто-то со спущенной маской, либо без маски, кондуктор должен в корректной культурной форме напомнить, чтобы пассажир надел и не снимал до окончания поездки. И потом уже продать билет. О нарушениях могут сообщить и сами пассажиры. Для этого следует обратиться по номеру телефона горячей линии. Он указан в транспорте. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Далее коротко о других темах дня. В Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Неизвестная злоумышленница по телефону убедила жительницу областного центра, работающую экономистом, что ее накопление находится в опасности. Спустя некоторое время потерпевшая перевела через банкоматы около трех миллионов рублей на якобы безопасный банковский счет мошенницы. Полицейские задержали 37-летнего самарца за выращивание конопли и незаконное хранение оружия. Об этом сообщили в областном главке МВД. Подозреваемого задержали в его частном доме. На приусадебном участке обнаружили теплицу с наркосодержащими растениями. Кроме того, изъяли гладкоствольное оружие, переделанное самодельным способом из охотничьего ружья. Сам мужчина сообщил, что нашел его. Возбуждено два уголовных дела. С 20 сентября вступает в силу новая методика расчета возмещения и ремонта автомобиля по ОСАГО. Страховые компании рассчитывают защищаться новыми тарифами от исков водителей о недостаточных компенсациях. Реестр перестанет быть общим для всей страны. Справочники будут уточняться по каждому региону отдельно. Их станет больше, и они будут чаще обновляться, в том числе с учетом популярности того или иного автомобиля в регионе. В Самарской области на опасных участках дорог установят новые камеры фото-видео фиксации. По итогам первого полугодия эксперты выявили, что смертельные аварии происходят чаще всего на определенных участках дорог из-за выезда на встречку и нарушения скоростного режима. В этих местах установят дополнительную технику. Средства выделили на 30 стационарных и 25 передвижных камер. Они заработают в ноябре. Таким образом, по итогам 2021 года на дорогах Самарского региона будет функционировать 1701 камера. С 1 октября по 1 декабря в Самаре закроют движение на Новосадовой от улицы Гастелла до АЗС. Транспорт будет двигаться по дублером в обоих направлениях по четырем полосам проезжей части. Это связано с работами по строительству двухуровневой развязки на Новосадовой советской армии. В Самаре стартовал Всероссийский открытый парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей», с организатором которого является Театр Самарской площадь совместно с Самарским городским обществом инвалидов. В этом году фестиваль расширил границы и получил статус Всероссийского. 15 инклюзивных театральных проектов из 8 регионов России представлены в афише. Церемония открытия Марии Левина. Мы разные, мы равные. Под таким девизом открывается уже традиционный для Самары, но впервые с этого года Всероссийский парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей». Из 56 инклюзивных театров России, подавших заявку на участие, в Самару приехали 8 лучших. Санкт-Петербург, Ижевск, Уфа, Казань и другие города представляют свои постановки на сцене театра «Самарская площадь». Участникам он дает выход в свет, это для них очень важно, когда они не в собственном соку варятся, они просто репетируют и потом играют там одну, две, три премьеры и все. Это очень важно. Они приезжают на фестиваль, они получают оценку зрителей. Я надеюсь, что и публике, и артистам этот фестиваль понравится, что он пройдет с большим успехом. И, конечно же, ждем всех в следующем году. Надеюсь, что в следующем году нам удастся преодолеть вот эти вот пандемийные ограничения. И в отличие от этого года, когда фестиваль проходит все еще в смешанном формате, онлайн и офлайн, в следующем году нам удастся встретиться в всем залах наших театров. Оксана Смолякова пять лет назад стала инициатором создания инклюзивного театра в Кенеле. Оксана сама мама особенного ребенка. Сейчас театр «Апельсин» состоит из 60 детей, 15 из которых с ограниченными возможностями здоровья. Это не мешает труппе собирать награды на различных творческих конкурсах и фестивалях. Помогает творчество и самим ребятам. Для меня это кайф. Я могу помочь своему ребенку и другим ребятам. Они стали более открытыми, социально адаптированными, им легче общаться со сверстниками. Пара-фестиваль продлится по 23 сентября. Зрителям покажут 15 инклюзивных театральных постановок. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Дружба народов. Тематический праздник подготовили во дворе Клиническая 35, Коммунистическая 23. В межнациональном концерте приняли участие евреи, татары, дагестанцы и представители других национальностей. И хотя песни звучали на разных языках, это не помешало местным жителям подпевать артистам. С подробностями наш корреспондент. Галина Фомичева живет в доме на улице Коммунистической в районе перекрестка с Клинической вот уже почти полвека. Рассказывает, в последние годы жизнь здесь заиграла яркими красками. Благодаря губернаторскому проекту содействия отремонтировали дорожки, сделали новую детскую площадку. А главное, здесь появилась сцена, а вместе с ней и концерты. Все технические возможности для этого здесь также имеются. Такие мероприятия, это сближает, это делает жизнь интересной. Мы здесь познали всю нацию, которая у нас живет в городе. У нас такие концерты, это не первый и не последний, я надеюсь. И мы рады, что в нашем дворе такое организовывается. Этот теплый осенний день не исключение. На сцене представители различных этносов. Поют песни и танцуют национальные танцы. Напомним, что в этом году в День города открыли парк дружбы народов. Атмосферу праздника решили сохранять и далее. Представители национальных диаспорт, Дома дружбы народов, ТОС и другие общественники всегда поддерживают такие идеи и помогают провести праздник на высоком уровне. Это знакомство с национальной культурой, это знакомство людей между собой. Конечно, самое главное, чтобы они проходили непосредственно близко к домам. Не каждый имеет возможность поехать в парк дружбы народов, на Грушинскую платформу, там еще куда-то. А во дворе, вы видите, тут публика выходит с удовольствием. Люди вот услышали музыку, выходит во двор. К гостям, а прийти могли все желающие, повышали настроение не только творческие номера. Тепла и уюта добавили угощения и горячий чай. Жители интересно и познавательно провели в досуг благодаря фестивальному проекту ТОС Мичуринский под названием «Этника МОБ». Активные общественники реализуют его с 2012 года, название проекта выбрано не случайно. Этника отражает почитание жителями национальных традиций, а МОБ напоминает, что участников фестиваля, а он привлекает и старшее поколение, и молодежь, собрали, используя современные средства связи. Межнациональный праздник был приурочен также к 170-летию Самарской губернии. Это помогает представителям многонациональной Самары еще лучше понимать друг друга, быть сильными и сплоченными. Чуваши, евреи, армяне, татары, дагестанцы и не только исполнили свои номера. И хотя со сцены звучали песни на различных языках, подпевали им всем двором. Дарья Иванова, Николай Епифанов, События. Один из самых ярких матчей не только в этом сезоне, но и в целом за последние несколько лет. Таких эпитетов от экспертов удостоилась встреча восьмого тура Чемпионата России по футболу между Самарскими крыльями Советов и Ростовом. Команды продемонстрировали яркую и атакующую игру, забив на двоих сразу шесть голов, многие из которых были зрелищными. Кто оказался точнее в этой перестрелке, расскажет наш корреспондент. И Крылья Советов, и Ростов на старте чемпионата набрали не очень много очков. Молодые игроки самарцев только набирают опыт в играх высшего дивизиона. А вот южане набирают форму после тренерских перестановок. Команду покинул Валерий Карпин, который теперь возглавляет сборную России. Его место занял опытный наставник Юрий Семин. Победа в очном матче помогла бы командам закрепиться в середине турнирной таблицы и несколько оторваться от группы аутсайдеров. Поэтому соперники решили сразу играть в атакующий футбол. Моменты возникали и у хозяев, и у гостей. Игра шла на высокой скорости. Реализовать свой шанс первыми смогли игроки Ростова. Камаличенко остался в штрафной совершенно один и после прострела с фланга отправил мяч в ворота. Но еще до перерыва самарцы смогли отыграться. Тоже прострел с фланга, и снова игрок Ростова переправляет мяч в ворота. Правда, в этот раз в свои. Очень веселый для зрителей, но не для тренера. Есть определенная ложка дегтя, что в обороне мы позволяем чуть больше, и любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол. После перерыва скорости не убавились. Команды продолжали атаковать. На 51-й минуте после очередного углового у ворот гостей мяч взлетел над штрафной. Защитник гостей попытался выбить мяч головой подальше, но попал точно на ногу Бегичу. И защитник красивым ударом вывел крылья вперед. А через 7 минут самарцы прессингом заставили ростовчан потерять мяч у своей штрафной. Глушенков реализовал свой шанс. 3-1. Гости бросились отыгрываться, и на 69-й минуте Глебов ударом из-за штрафной счет сократил. В концовке забить могли обе команды, но удалось это крыльям. Уже в дополнительное время Пеняев и Сорвели убежали в контратаку, и последний точным ударом установил окончательный счет. 4-2. Давали очень много создавать моменты крыльев советов, хотя и мы имели достаточно для того, чтобы счет поменять в свою сторону. После победы крылья поднялись на 10-е место в турнирной таблице. У них в активе 10 очков. Следующий матч самарцы проведут 22 сентября в Кубке России на выезде. Соперником станет знамя из Ногинска. А в чемпионате России крылья сыграют в субботу в Санкт-Петербурге против лидера чемпионата «Зенита». Андрей Грагуленко. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин